то чем мы будем заниматься дальше касается у нас использование респондера то есть наконец-то что-то полезное для практики не просто теория этот эту тузу применяют действительно в пин тестах когда попадают в локальную сеть и там есть винда я добавлю после занятия это ваш личный кабинет здесь есть менее лабораторная работа которую нужно провести посмотреть как все работает стоит она из трех пунктов то есть это все что касается респондера это что он умеет делать ваша задача просто это повторить и посмотреть как это все выглядит я сразу предупреждаю что это не полное использование самого респондера и далеко не полное применение тех скажем так маленьких кусочков на которые он способен то есть шаблон взаимодействия один и тот же вы создаете какой-то ресурс вы создаете какую-то веб-интерфейс который будет в дальнейшем пользоваться клиентом но его можно использовать как первой ступени атаки так и в 3 4 5 6 то есть вы можете базово создать именно лендинговую страничку на которую будет редиректить пользователя и на этом остановиться а можете попытаться заменить что-то уже в процессе взаимодействия или не переживайте я пока еще ничего не показываю я просто рассказываю сейчас переключусь и будет видно весь рабочий стол а насчет pdf ки выглядит она вот так я ее после занятия добавлю сможете прочитать попробовать самостоятельно произвести манипуляции над вашим а респондером а респондер сам находится внутри кали то есть у меня настройка сейчас повторюсь виртуалки у нас и находится там по себе респондер можно найти внутри кали у него есть ряд опять же параметров которые нужны для того чтобы взаимодействовать с самой сетью но если следовать нашу нашей практике то базово мы должны рассмотреть ну первонаперво как он запускается в своем первом режиме который называется аналайз то есть это тот режим в котором он еще ничего не меняет внутри сети он просто слушает трафик собирает ту полезную информацию которая может быть использована для дальнейшей атаки то есть это различные данные по квалификациям различные данные потому что происходит в сети ну и собственно говоря это ризов различных ресурсов то есть когда мы набираем эту команду она состоит у нас всего лишь из параметра а и ай то есть это основные параметры которые указывается а это естественно сам по себе аналайз то есть тот самый режим в котором он будет слушать трафик и забирать информацию если она была полезной и второй параметр это ай то есть интерфейс на котором сейчас нужно как таки делать вот эти самые действия после запуска он показывает список различных модулей здесь как в батаркапе есть твои модули но они достаточно специфичны в принципе они здесь частично дублируются частично здесь они уникальны у них есть установленные значения то есть работает они или не работают и дальше уже показывается есть ли какие-то значения которые передали сейчас сети то есть базово мы сейчас ничего не делаем сети из виртуальной машины под управление windows и естественно ничего сейчас не происходит но давайте попробуем ну допустим по пинговать яндекс у нас сейчас интернет есть поэтому все значения которые передаются в сеть будут как-то проходить то есть ничего интересного сейчас не передается никаким ресурсом не получается доступ поэтому собственно наш респондер молчит то есть всякие мусорные команды которые там выполняются с точки зрения сетевого взаимодействия они туда не попадают но давайте попробуем зайти на какой-нибудь ресурс вот я открыл браузер пытаюсь посмотреть что там происходит то есть браузер пока еще не загрузился ничего не запросил и там по себе респондер молчит ну давайте откроем его все таки так открыл браузер пусто давайте попробуем перейти там не знают с . ком заходим на этот ресурс тоже тишина то есть ничего интересного не происходит чего не происходит потому что там по себе респондер у нас не настроен для того чтобы работать почти типи соединениями и здесь не передается никакой информации то есть ему паркет принципе нечего что может здесь попытаться распарки распарки респондер он может распарки то что внутри операционной системы windows может быть в принципе затронута затронута по хите из винды это может быть при помощи специального юрики имени то есть мы указываем двойной слэш и опишем от балды название какой-нибудь шара и отправляем сеть смотрим есть ли у нас что-то здесь дополнительное так опять же ничего такого интересного он найти не смог давайте попробуем отключить его от сети мудрость windows машину присоединение что делает у нас windows машина будет ли она как-то вообще реагировать на то что ее отключали или не отключали как нам еще проверить и не все включены на пирог здесь у нас тоже на пирог а здесь на ну собственно говоря поэтому мы ничего не видим так перезапустим так попробуем еще раз все манипуляции включая вот у нас происходит следующее и телом он делал мнр и над bios взаимодействие у нас идет постоянно то есть виндовые у нас машины все время память сеть пытаются найти там товар группу по контроля домена то еще какие-нибудь хакты которые там присоединились но они еще не в курсе и собственно говоря в аналайс моде у нас происходит как раз таки сбор информации о сети то есть мы можем здесь уже получить какие-то версии винды а информацию о их конфигурации сетевой что за что отвечает ну и скорее всего название какой сервис там работает или какой запрашивать информацию то есть здесь уже можно прямо грести лопатой то что происходит внутри дальше что мы можем еще сделать давайте все таки повторим наш нашу фишку с браузером если там какая-то вообще возможность на что-то повлиять долго отрисовывается так как это chrome поэтому нужно потерпеть чтобы он все таки открылся потому что на интернет-эксплойвере достаточно много всяких атак он сам по себе достаточно любопытный браузер поэтому он мной намеренно здесь не рассматривается ну допустим я наберу квартиру опять же сейчас нас все включено и если а респондер в состоянии что-то подменить он подменит нет в этом режиме он не работает он работает только с теми протоколами которые у него прописаны качестве базовых включенных то есть если у него включен называемые отравители поезда мне как можно назвать в общем то что может парсить эти самые протоколы отправлять какие-то ответы которые вот связаны с этими протоколами мы здесь все что касается винды то есть он может распарсить этой посмотреть это он и собирает вместе у нас через ламонер и mdms не проходит трафика степи поэтому здесь не показывается но мы можем его перезапустить в другую режим режим и как называется аутентификация ну допустим базовая аутентификация через веб интерфей что мы делаем мы останавливаем через control c responder и переключаем его в новый режим режим этот называется батик аутентификация то есть что мы меняем мы меняем состояние вот этих параметров то есть мы теперь можем поднять как и что теперь так и что теперь сервер и на него в общем отвечать пользователю допустим мы наберем какой-нибудь билибер но если все работает нормально то получить доступ у нас не удастся потому что мы от балды это написали если мы укажем там допустим и все теперь так посмотрим сюда правильно ли мы их указали попробуем зайти на т.сайт допустим если все правильно указано и если у нас респондер уже оклемался начал работать то он получает запрос от винды данном случае у нас так как неизвестный сайт есть в самом запросе то есть мы обращались к тест сайт то он сам по себе хост не знал где его взять поэтому он обращается сеть начинает все опрашивать начало начинает с локальной сети делает он это как вся винда через надбиот здесь вот как раз таки пришел запрос от надбиота что если у кого-то айпишник которая соответствует тест сайт естественно респондер это все увидел ответил на него что он является этим сайтом поэтому мы теперь видим вот такую приглашение к введению логина и пароля те кто работал в больших компаниях там где есть актив директор и знаю что некоторые ресурсы как раз таки выпадает подобная аутентификации туда пользователи вводят свои логины и пароли то есть в принципе это такой своеобразный фишинг который у нас отрабатывает и после введения естественно показывается в чистом виде логин и пароль здесь не нужно ничего брутить не нужно ничего преобразовывать достаточно удобно и круто то есть это все можно сделать то же самое провести можно не только на тест сайт можно провести на абсолютно любой сайт который еще не запишировался в браузере как я говорил первое взаимодействие может быть перехвачено последующие взаимодействие уже будет сложнее скажем так атаковать потому что собрал запомни куда он ходил и какой айпишник использовал для этого дальше уже придется менять маршруты проводить какие-нибудь арп спуфинге чтобы вас считали роутером и вы смогли подстроить соединение соответствии с тем как это должно работать с вашего представления то есть как это будет удобно для вас и последний вид который еще можно попытаться провести это то что касается респондера виде сбора информации о сети он называется фингерпринт очень похож на функцию которая вызывалась через параметр аналайз то есть он анализировал до этого всю информацию которая касается каждого из протоколов на в состоянии фингерпринт он может проанализировать какие данные передаются в самом пакете которые касаются определенного пустим механизма взаимодействия давайте напишем unity путь в explorer test и какую-нибудь билиберду и посмотрим что здесь происходит как вы видите здесь уже совершенно иная информация отображается ниже лица которая была у нас на серваке который через веб-форму передавал слоги на пароль здесь уже указывается специальные так называемые intelm хэши которые передаются для аутентификации на определенном ресурсе то есть вот эта длинная штука которая здесь находится мы еще будем разбирать что она означает и зачем она нужна в принципе достаточно любопытная штука которая необходима для подбора паролей конкретному пользователю к получению доступа к сетевым ресурсам в данном случае мы пытались получить доступ к несуществующей шаре и отправили свои как раз таки данные устраивают аутентификацию ну и собственно responder это все поймал для этого как раз таки работает версия fingerprint он показывает какая-то версия причем определяется до сервис пока что чем не могут похвастаться другие тулы и в принципе этой версии фингерпринта стоит доверять то есть здесь мы можем получить информацию которая в первозданном виде и собственно ей воспользоваться в качестве разминки в качестве изучения этой тулы я предлагаю до смотреть и там есть еще дополнительные флаги там есть подмена скажем так настройки прокси то есть вы можете настраивать при помощи отправки специального запроса и через ваш сервер будет ходить вся информация а можно еще проводить атаки по даунбрейм но это в принципе самостоятельно можно провести базовые команды я думаю понятны взаимодействие тоже достаточно просты и выполняется всеми пользователями ну и собственно говоря у меня на эти два занятия все можете задавать вопросы 5-10 минут на это